То, чем я буду учить, тема называется «Мессианская христология». Это изучение мессианских пророчеств в Танахе. В частности, те, которые исполнились во время первого прихода Иешуа. И, как и ортодокциальные евреи ожидают, что Мессия придет дважды. Извините. Извините. Наоборот, у них нет ожидания того, что Мессия дважды приходит. Но что они ожидают, ожидают, что будут два разных Мессия, которые придут в разное время. Мы объясним это позже, почему это не так. И это изучение будет с мессианской еврейской точки зрения. И покажет, что еврейские писания, либо же еврейские пророчества о Мессии исполнились в жизни Иешуа. И не могут они по-другому быть исполненными. Это очень важный момент. Я верю, что это как оружие в ваших руках, когда вы разговариваете с евреями. И также хочу сделать небольшое вступление. И мы посмотрим, что говорит Новый Завет, что написано в Новом Завете. И как сам Иешуа и его ученики относились к этой теме. И в Новом Завете видно, ясно, что смерть Иешуа застала учеников врасплох. И их смятение было в основном из-за недостатка понимания, это полной программы, этого полного плана в отношении Мессии. Они абсолютно ожидали, что Иешуа вернет их врагов и установит его царство на земле, свое царство. И они очень хорошо знали эти мессианские пророчества. И так же не получилось у них прийти к этому пониманию, что Мессия должен прийти дважды. Во-первых, чтобы страдать. И позже, для того, чтобы прийти с победой. Цель первого прихода отличается от цели второго прихода. Поэтому нужно помнить, когда мы рассматриваем пророчества, мы увидим эти два аспекта. Так же из-за нехватки времени, мы будем говорить о тех пророчествах, которые относятся к первому приходу. Для того, чтобы подтвердить, укрепить цель его первого прихода, Иешуа не просто просит своих учеников поверить. Но Он сам ссылается на полномочия Ветхого Звета, либо Писаний, в Ближеских Писаний. Пример этому можем найти в Евангелии от Луки, в Евангелии от Луки 24 главе, стихи 25-27. Он сказал им, Луки 24-25-27. Тогда Он сказал им, О, несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. И это происходит, когда два ученика Его шли в Эмаус. И внезапно Иешуа присоединяется к ним. И Он спрашивает, Почему они такие печальные? И они говорят ему, Ты что, один, который не знает, что случилось в Израиле? И в тот момент они не знали, что это Иешуа. Они говорят, а Он им объясняет, Вы не поняли. Вы слышали, что сказано. В другом переводе называют их глупые люди. Что Вы не видите? Разве Вы не понимаете? Что было написано в Танахе? О чем было написано в Танахе? И это очень интересная концепция для нас, с самого начала. Потому что очень важно, мы так узнаем. Если мы хотим понять что-то об Иешуа как о Мессии, тогда нам нужно открыть Танахе, прочесть Танахе. Большинство из нас, современных верующих в Мессию, часто мы застреваем в Новом Завете. Я думаю, что Новый Завет, и это мое мнение, извините, если кто-то по-другому думает. Я вижу Новый Завет, комментарии к Ветхому Завету. Новый Завет — это комментарии к Ветхому Завету. Они помогают нам понять нечто. И ключ в том, что Иешуа говорит своим ученикам, возвратитесь обратно, посмотрите в Танах, и вы узнаете все обо мне. Разве вы не думаете, что это важно, чтобы мы знали это? Не так же важно, чтобы мы сами могли ссылаться на Танах, к Торек, к Пророкам, к Писаниям, и проповедовать Евангелие из Танаха, на основании Танаха. Это возможно так сделать. В той же главе Луки, стихи 44-48, Иешуа сказал им, «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, в Пророках и в Псалмах». И потом он отверз им ум к разумению Писания. И нам нужно то же самое в наши дни. Наш ум должен быть открыт. Когда я изучал эту тему, я так обрадовался. Это может показаться немного скучным, но если вы на самом деле понимаете это, если вы хватитесь за это, то это очень мощное оружие. Как Браг говорил о том, чтобы слово вы использовали как оружие, вынуждаетесь в этом слове. Он отверз им ум, и потом говорит, написано, «Надлежало пострадать Христу, воскреснуть из мертвых в третий день». Во имя Его проповедано Его покаянию и прощение грехов во всех народах. Начиная с Иерусалима, вы же свидетели всему. И здесь можно остановиться. Ишуа им говорит, что Танах провозглашает, что Мессия будет страдать, умрет, воскреснет на третий день. И что в том же Танахе сказано, что во имя Его должно быть проповедано прощение грехов всем народам. И мы когда будем изучать, мы увидим все это. Это все происходило по воскресении Иисуса по дороге тех двух учеников до Эмаус. И Он упрекнул своих учеников, потому что они не знали истины, написанной в Танахе. Я думаю, что если Ишуа был здесь сегодня с нами, Он бы то же самое с нами сделал и упрекнул бы нас за то, что мы не понимаем. И лично я думаю, что это очень важная неделя для вас глубоко посмотреть в эти Писания и начать понимать. Как я рассказал раньше, у них никаких проблем не было с тем, чтобы поверить, что Мессия должен править как царь. Что Мессия восстановит славу Израиля, государство Израиля. Но им было трудно принять страдающего, Мессию как страдальца. И тот факт, что учеников застал врасплох арест Ишуа и его казнь показывает на их состояние неверия. Нам сказано, что Ишуа начал объяснять законам Моисеева. Затем Он перешел к пророкам. Через все еврейские Писания прошелся. Показал ученикам все, что говорилось о Нем. И так Он смог доказать то, что Его смерть и Его воскресенье идеально соответствовали Писаниям. Не противоречили. И если взять самые древние источники и то, что говорят современные раввины, всегда раввины разделяли Писание на три раздела. Тора, Пророки, Писания. И мы видим, что Ишуа так же само поступал. Иногда о Писаниях говорится как о Псалмах. Поскольку в Писаниях Псалты первая книга. Ишуа постоянно упоминает либо систематически учит из всего Писания. И открывает ученикам все, сказанное о Нем. И что включает в себя пророчество о Его Втором Приходе. И когда мы вместе соединим все пророчества из всех разделов Еврейских Писаний, так и Ишуа доказал то, что произошло. И так же дальше мы видим в Новом Завете что учеников наконец-то дошло это послание. Пример этому в Деянии 8, 26-39. В Деянии 8 глава с 26-39. А Филиппу ангел Господень сказал «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж Ефиоплянин, Евнух, вельможа Кондакии, царица Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Гду сказал Филиппу «Подойди и пристань к всей колеснице». Филипп подошел и услышал, что он читает пророка Исаию, сказал «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал «Как мог разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие. Как овца веден был он на заклане, и как агнец, предстригущим его, безгласен. Так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, народ его кто разъяснит? Ибо вземлится от земли жизнь его. Евнух же сказал Филиппу «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О Сибели или о ком другом?» Филипп, отверзав уста свои, начав от всего Писания, благоствовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. Евнух сказал «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал восстановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. Итак, Филипп встречается с Евнухом. Он читает книгу Исаии. И Филипп спрашивает, что он понимает ли, что он читает. И Филипп отвечает ему «Как я вообще могу понять?» Затем Филипп садится сам в колесницу. И начиная с того текста там сказано, он объяснил ему благую весть, Евангелие. Поэтому я верю, что Филипп не только тот текст ему объяснил, но и все другие места Писания. И Эфиоплянин настолько был поражен на страдания Мессии, как это было сказано в книге Исаии. О человеке Мессии. Так что он сам уверовал, становится верующим и крестится. И как помните, в то время не было никого Нового Завета. Его еще не было написано. И всегда, когда говорится о Писании, это говорится о Танахе. И отсюда мы видим очень хороший пример, что возможно проповедовать Евангелие, только использовать Танах. И это очень радостно, я думаю. Есть еще второй пример, Деяние 17, 1-4. Окей, can we just read that as well? Прошедшие через Амфипаль и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы, говорил с ними из Писаний, открывая, доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и силе, как из еленов, чтующих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало. Здесь, во-первых, Павел вошел в синагогу, и он начал им объяснять Писание, и в частности, мессианские пророчества. И он так поступает всегда. Систематически он объясняет, как вообще Ишуа вписывается в мессианскую рамку. И третий пример — это Деяния 18, 27, 28. Это когда Аполлос спорил с иудеями. И он снова сам возвращается к Писаниям еврейским для доказательства, что он говорил об Ишуа, что тексты говорят о Ишуа. There's one more here. It's Acts 28, 23. Acts 28. Еще есть отрывок Деяния 28, 23. And again it's Paul. И тут тоже Павел. Debating with the Jewish leaders in Rome. И он находится в Риме и спорит с еврейским лидерами в Риме. Once again we see his evidence does not rest on Matthew, Mark, Luke or John. И как вы видите, он доказывает, не основываясь на Евангелиях от Матфея, Марка и Иоанна. But it is the Tanakh which he uses. As we begin to understand this even better, I believe that we'll be able to see how we can use this to a great benefit. There's one other thing I need to mention here about traditional judaism. Я хочу упомянуть о традиционном иудаизме. Traditional judaism teaches that all of Scripture is inspired by God. Который учит, что все Писание вдохновено Богом. But they say that there are three levels of inspiration. Но также они говорят, что есть три уровня вдохновения. The Torah is said to be the greatest authority. Что Тора обладает самой величайшей властью. As the very words of God dictated directly to a human writer. The prophets are of little lesser authority. Пророческие книги обладают меньшей властью. Being God's message spoken through the mouths of men. Потому что Божье послание было сказано через человеческие уста. The writings were considered to be of the least authority. As they were reckoned to be the words of men. whose thinking was guided by God. Judeism traditionally holds a very high view of the law and the prophets. И по иудейской традиции очень уважается закон, почитается закон и пророки. So we see sometimes when Paul uses a scripture that he exclusively he uses exclusively the law or the Torah and the prophets. И также видим, что в жизни Павла Павел тоже использовал только закон или пророков. Пророки. It's very sad to think today that very few people even some of the great preachers of our day could do this. how many of us using just only the scriptures of the Tanakh could bring a powerful gospel message. It's something worth thinking about. Okay, there are four types of messianic prophecy. And it's important when dealing with messianic prophecy to understand these four categories. очень важно понимать эти четыре категории пророчеств. And these distinctions are essential. The four categories are первая категория His first coming only. An example of that you will find in Micah 5.2. Okay? The second категория is the second coming only. An example of this is Isaiah 63.1-6. Number three both first and second coming. An example of this is Zechariah 9.9-10. Okay? The fourth and the last category the entire redemptive career of Messiah. Iskupit iskupit and the last and the last of this is Psalm 110. Liba же полностью все искупление которое сделано Messe находится what? Psalm 110. Ага. В Psalm 109. Yeah? Now while we go through these scriptures you need to keep these categories in mind. And when we go through these scriptures you need to keep these categories in mind. Nекоторые пророчества такие прямолинейные они прямо видно. Либо это говорится о первом либо втором пришествии. That's one and two. Some of the other prophecies are more complicated. And when we get there we will try and help you to separate out what is what. And when we get to them we раздел and you will see it. Okay. The third category of prophecies includes verses that blend the first and second comings together. And it happens in a way which negates or conceals the period of time in between. the first and the second coming. Okay. Let me give you that again. The third category of prophecies include verses that blend first and second coming together in such a way as to negate or conceal the time difference which is in between the two. Conceal? Conceal. Hide. Hide. Yeah. It's difficult to separate the two. So if you're not careful you will not understand that it's actually talking about two different appearances of Messiah. If you're not вниматель then it will be difficult to understand what is actually about two coming first and second. It becomes necessary to study other parallel scriptures in order to see the distinctions. It becomes very important to see the difference. Zechariah 9, 9 to 10 is a good example. Horses 9 deals with the first coming because 9 deals with the first coming 10 deals with the second coming but from these verses alone you cannot distinguish the time difference that's in between them. But as we study the whole scripture then we can see these differences and they become clear. The fourth category refers to passages which cover the entire messianic program. they include four elements first coming interval of time interval of time second coming and the messianic kingdom I'll give you a little tip here for your exam or for the test or for whatever you want to call it. When I give you numberings it's very important to remember. Okay? In this study we'll cover the first category in its entirety that is the category concerning his first coming. Say it again. In this study we will cover the first category in its entirety that is concerning his first coming. The second category is a subject in its own right. And so you would need another set of lessons on that which maybe we'll do later. Maybe we'll do later. Okay. Why I want to give you reasons for why we do this. Some of them I've already mentioned. But it's important. Okay. One of the reasons we do this is to avoid over simplifications. Yeah? The relationship between the Tanakh and the renewed covenant scriptures and the nature of all of the faith which is recorded in the Tanakh are often oversimplified. Часто эту природу веры чрезмерно упрощают. Okay. Did you get that? Is that understandable? For example, I'll give you an example. A frequently used cliche is that the saints from the Tanakh period looked forward to the death of Yeshua. Messiah. while renewed covenant saints or new testament saints look back to the death of Messiah. In the meantime, when the saints look back to the death of Messiah. They look back in the past and look back and look back to the death of Yeshua. Okay. If that statement was true, then why were the disciples so astonished at Yeshua's death? Тогда почему же ученики Ишуа настолько удивились, когда Ишуа умер? Okay. It's an oversimplification. Потому что это слишком все упрощаемо. We have a tendency to read back into the Tanakh scriptures a certain level of renewed covenant understanding. And we have a understanding which did not exist in those days. Okay. We are going to be looking at how the people in that time understood these scriptures. we are going to forget that we have a commentary that helps us. As we follow the progressive revelation of scripture, we will become more aware of the limitations on understanding at the various stages of Israel's history. You want it again? Okay. There is a progressive revelation taking place in the Tanakh. Потому что в Tanakh откровения прогрессируют, либо они раскрываются по очереди. God is revealing his plan stage by stage. открывает свой план этап за этапом, ступенька за ступенькой, пока мы не достигнем кульминации. Кульминация, когда была во время первого прихода Мессия. In particular, there would be no way of knowing from the five books of the Torah alone that Messiah was to die. Также, если взять пять книг Торы, оттуда мы тоже не узнаем, не увидим, что Мессия должен умереть. Это было явлено только где-то в 7 веке до нашей эры через пророка Исаио. И если взять Тору, Мессия должен быть, как Тора говорила Мессия, то, что Мессия это царь и искупитель, но не как умирающий спаситель. Поэтому это неправда, что святые того времени либо святые Танаха ожидали с нетерпением, ожидали в будущем смерти Мессии. И так было на протяжении большей части истории. Они не знали, что это должно произойти. И нам тоже нужно быть осторожными, чтобы не слишком упрощать все. Почему мы это делаем? Это чтобы легче мы смогли понять пророчество о Втором приходе Мессия. Когда мы понимаем пророчество о Первом приходе и как пророчество о Первом приходе исполнились. Это поможет нам понять и правильно истолковать пророчество о Втором приходе. Потому что все пророчества о Первом приходе были исполнены буквально в смысле а не в аллегории и не символично. Все было буквально. Так же самое мы должны ожидать что и пророчество в Втором приходе тоже буквально исполнится таким же образом. Поэтому по мере понимания пророчества в Первом приходе мы сможем лучше понять пророчество о Втором приходе. Третья причина, почему мы это делаем, это поможет нам в евангелизме среди евреев. И как мы увидели уже, что мессианские пророчества из Ветхого Завета и Станаха стали основой евангелизации в Новом Завете. Вначале этому следовал Ишуа и его ученики. Ишуа со своими учениками. А затем сами ученики использовали Танах для того, чтобы доказать мессианство Ишуа. Когда мессианские ожидания евреевской прописи были понятны, становится очевидно, что Ишуа и только Ишуа могут исполнить эти требования. И когда были понятны мессианские ожидания из еврейских писаний, становится ясно, что только Ишуа может исполнить эти требования. Он соответствует этим требованиям пророчеств. И потом мы начнем все эти скрипты.